Привет! Сегодня мы поговорим о том, как усилить жиросжигание во время тренировок. Вот это я понимаю! Эффектный выход! Выполняйте ускорение или высокоинтенсивный силовой тренировочный протокол с короткими промежутками отдыха между ускорениями. Обычно делают 8 упражнений с максимальной интенсивностью по 20 секунд. 10 секунд дается на отдых и на смену позиций. Недавно проведенное исследование с участием молодых мужчин показало, что такие спринты увеличивают скорость сжигания подкожного жира на 75%, а скорость метаболизма после тренировки на 42%. Томата – это то, что упражнение, способствующие жиросжиганию. Это во-первых. А во-вторых, это очень эффективно для разогрева перед тренировкой. То есть тело полностью разогревается, потому что упражнение делается очень большим темпом на очень короткое время, и отдыха практически нет. Потребляйте перед тренировкой низкогликемическую пищу. По сравнению с высокогликемической пищей, потребление медленно перевариваемых углеводов и протеина поможет увеличить умеренное повышение уровня сахара в крови и прирост скорости сжигания жира, вот до 10%. Гликемический индекс – это скорость, в которой природы из продукта устраиваются вашим механизмом и повышают уровень сахара в крови. Есть продукты с высоким гликемическим индексом – это сахар, шоколад, макароны. Средний гликемический индекс имеет гречка, банан. Низкий гликемический индекс – это брокколи, стучковый пластой, овощи. В общем, чем больше клетчатки в продукте, тем ниже гликемический индекс. Чем опасны продукты с высоким гликемическим индексом для худеющего человека? Они быстро поднимают уровень сахара в крови, а организму нужно куда-то эту глюкозу деть. И если вы ее не использовали на, допустим, какую-то физическую работу, остатки идут в гликоген печени, там тоже ограниченная емкость. А все, что лишнее не использовано, оно идет в жировые отложения. И вы снова хотите есть. Продукты с более низким гликемическим индексом, они устраиваются гораздо более медленно, и не повышают сильный аппетит. Таблицы можно посмотреть в интернете. Тебя уговорит, а ману чудо. Во время тренировки делайте более короткие периоды отдыха. Чем чаще и дольше вы отдыхаете, тем быстрее замедляется ваш пульс. А ведь именно от частоты пульса зависит скорость жиросжигания. Для похудения ваши тренировки должны быть более интенсивными и большой плюсовой зоне. А чтобы пульс не замедлялся сильно, отдыхайте между раундами не дольше 30-60 секунд. Не отвлекайтесь и не разговаривайте ни с кем во время тренировки. Используйте кофеиновые капсулы. Кофеин заметно повышает тонус организма, а еще он усиливает жиросжигание. Это доказанный факт. Вот почему сейчас стали выпускать кофеиновые капсулы, позволяющие получать чистый кофеин для спортивных целей. Кофеин заставляет жировые клетки покидать жировое деко намного активнее, чем это происходит при стандартных тренировках. В результате у жира нет другого выхода, как быть использованным в качестве энергии. А еще благодаря антиоксидантным свойствам кофеин помогает восстанавливаться после тренировки и улучшает спортивную результативность. Можно только правильно подобрать для себя дозировку, которая зависит от индивидуальной реакции человека на кофеин и генетической предрасположенности к хорошему усвоению кофеина. Только не забывайте, что кофеин повышает давление и способствует учащению пульса. Поэтому людям с гипертонией и патологиями сердечно-судистой системы лучше не использовать кофеин перед тренировками, даже ради лучшего похудения. Во время тренировок сердце и так работает на пределе возможности, поэтому не надо давать ему непосильную нагрузку. Да! Наконец-то! Спасибо! Итак, подводим общий итог. Первое, это делайте высококонтентативные упражнения с небольшими интервалами. Так называемая табата. То, какие упражнения используем мы, будет ссылочка где-то здесь вверху. Второе, откажитесь от пищи с высоким гликемическим индексом, а лучше откажитесь вообще от сахара и мучных изделий. Да, это жестко. Для получения максимального результата иногда используйте жиросжигатели. Не употребляйте углеводные напитки перед тренировкой, если ваша цель уменьшить жировую прослойку. Надо помнить, что самый лучший жиросжигатель – это ваши мышцы. Они расходуют очень много энергии даже в состоянии покоя. Ну и не забывайте главный принцип похудения – это вы должны потратить больше калорий, чем съедаете. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и тренируйтесь вместе с нами. Субтитры подогнал «Симон»!